Такого в Твери еще не было. 27 августа в столице Верхневолжья состоялось открытие первого в нашем регионе салона-прикмахерской для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатором проекта выступила известная предпринимательница Марина Леонович. Репортаж с открытия заведения смотрите далее. Чтобы в ее жизни у нас карта, и чтобы ее путь, вы носом и пустом, и песками рос, а не только шипами. Уютная атмосфера, добрые друзья и многочисленные слова благодарности и подарки. В такой обстановке в Твери прошло открытие первого в нашем регионе салона-прикмахерской для людей с ограниченными возможностями. Салон оборудован по всем стандартам доступной среды и полностью адаптирован для инвалидов-колясочников, пожилых людей, молодых родителей с колясками. Наконец-то действительно у нас получилось. Это первое такое предприятие, где полная доступная среда не только для инвалидов-колясочников, но и для людей, не слышащих и видящих. Это, мне кажется, прорыв и бьюти-индустрии. И вообще во многих направлениях хотелось бы, чтобы все-таки люди присоединялись. Однако путь, рассказывает инициатор проекта, Марина Леонович, был непростой. В течение пяти лет велась упорная работа, чтобы сделать жизнь тверским инвалидам проще. Большую помощь Марине и ее единомышленникам оказывала Тверская областная общественная организация инвалидов-колясочников «Кристалл» в лице ее председателя Андрея Уикова. Слова благодарности в этот день звучали и в адрес множества других людей. Как отметила руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова, подобные проекты нужно тиражировать и развивать по всей области. Это пространство дружелюбное ко всем. То есть вне зависимости от того, на чем передвигается человек, собственное здоровье позволяет, либо на коляске, вне зависимости от того, какие у него потребности. И что очень важно, это пример негосударственного проекта. Добавим, что это далеко не первый социальный проект для людей-инвалидов, автором которого стала Марина Леонович. Не так давно, к примеру, в столице Верхней Волжья прошел конкурс красоты для маломобильных людей «Стильный духом». Это стало настоящим событием, отмеченным и на федеральном уровне.